ПОДПИШИСЬ! Практически невозможно. Естественно, Sky сейчас стремится все-таки какой-то серьезный след оставить на нынешней Джирде Италии. Оказалось бы, потеряв практически все после того падения, после того завала в достаточно глупой ситуации, конечно, но с другой стороны, увы, часто неизбежные на трассах велогонок. Стараются это все минимизировать, но по-прежнему транспорта вокруг очень много и невозможно гарантировать, что этот транспорт будет действовать четко. Да и вот, ну, знаменитая нейтрализация вот того этапа. Кентану показали и снова это вспомнилось. Дорога на той стороне скользкая, снег с дождем. Организаторы принимают решение вести пилотон. Что это такое? Ну, например, здесь частенько проводятся такие либо нон-агунистики, агунистика, точнее, поскольку гары, либо частично на спортивный результат, частично на набор, как говорится, красоты километров. И вот тогда стоит впереди машина и тормозит. И обгонять ее нельзя. Ну, так как до нулевого километра это происходит. И точно так же задумали организаторы. И вроде бы как они это все передавали. Но это бы все решалось на ходу. В экстремально плохую погоду. Холодным майским днем 14-го года. И потом вроде выяснилось, что не все поняли. А кто понял, понял достаточно превратно. И Кентана на той стороне, в направлении Прату-Алюстельвию, атаковал. Так же, как и к нему присоединился потом Экс. Теперь уже ясно стало победитель. Но, тем не менее, в полной решимости доказать, что он еще не полностью исчерпан. Хэш дал. Ну и потом была победа Вальмартелло. На очень тяжелом подъеме, потому что там два крутяка таких, которых сегодня, кстати говоря, не будет. Был один похожий на Мортиролло, но, опять-таки, не то. И это навсегда осталось висеть на той... Не навсегда, точнее. Нет, потом это стерлось. Ну, примерно год это висело на Кентане и на той его победе. Что он подсуетился, воспользовавшись этой неразберихой, ринулся под гору, атаковать. И, причем, в очередной раз показал себя потрясающе термоустойчивым, в то время, как очень многие просто по-человечески замерзли. Этот Рифуджио, который до сих пор практически беспризорен, надо бы, да, чтобы кто-то взялся за него, потому что вот он... Не то чтобы развалился этот дом, но, вы видите, уже и граффити на нем, а еще относительно недавно была свежая краска. И вот эти склоны, когда они зазеленеют по-настоящему, это раздолье для сурков. Вот здесь их сотни буквально. И сейчас еще прохладно, и шуму много, и они не высунутся, к сожалению, хотя, может быть, кто-то заранее там подснял. Но это, конечно, очень здорово. Когда ты идешь, допустим, ты один, двое, вас трое, тихо вы идете наверх, и сурки начинают друг другу сигналы тревоги подавать, что, мол, вон они едут. И некоторые стоят здесь столбиками, иные совершенно огромные, невероятной массы. Предвижу вопросы у меня на... в глубинах, в недрах Фейсбука видео с этими сурками. Нет, там Цермат, там потом Мотерхорн, есть в кадре даже. И там они иначе, вообще-то говоря, вопят, когда свистят, точнее, когда предупреждают. Вот этот знаменитый присвист, такой, который часто на входе при открытии разных магазинов горного инвентаря, вот это как раз швейцарские. А итальянские пищат на цадной и на одной ноте. Ну и потом они... У них не паспорта разные, а немножко разные подвиды. Хотя неопытным взглядом понять будет сложно. Группу Маля Роза пока никаких взрывных действий здесь не происходит, потому что все прекрасно понимают, что все решится все же на Умбрае. И опять мы видим, что... Хотя вон тот же самый Веннии говорил, что вот он предлагает гонщикам, как бы вместе со всеми организаторами, предлагает им попробовать посмелее, в классическом стиле, задолго еще до финиша, атаковать, уйти в отрыв. Но пока Винер Анакона, который был ошибочный, вот тут тоже, я говорю, день недоразумений он во всем. Мы вспоминаем недоразумения, некоторые недоразумения в анонсах сегодняшнего этапа и недоразумения в имени колумбийского спортсмена. Как все наши наиболее подкованные болельщики знают, Винер Анакона, вообще-то говоря, должен был быть Виненом и был в честь знаменитого голландца. Назван своим папой, большим фанатом велосипедного спорта. Кстати, вот спрашивали у Демулана, он вообще осознает, что он может впервые с 80-го года стать голландским победителем Гран-Тура. Он говорит, знаете, не перегружайте меня вот этими вот самыми национальными ответственностями. Я еду конкретную гонку, я добросовестно выступаю за команду, я защищаю свое лидерство, а я не хочу мыслить какими-то космическими категориями, это мне только мешает. Мне вообще восприятие жизни немножко другое. Поэтому он не любит такого дополнительного вязкого пафоса. Но тем временем два шанса Скай по-прежнему живы и вполне здоровы, несмотря на гигантскую нагрузку. Уже примерно 3000 по вертикали набрано. И в этот момент Фрайле накатывает основная группа. Фрайле, который посторонился на предыдущей горе и который начал спекаться на этой. По выражению лица видно, что вообще говоря, это большое утомление. Возможно, это даже и проявление кризиса. Возможно, это проявление голодухи. Все может быть. По крайней мере, он не сумел даже и подумать, по-моему, о том, чтобы зацепиться за группу фаворитов. Она мимо него прокатила и он пошел спускаться дальше. Десятки и десятки километров гора восхождения. Не только категорийные. В этом еще проблема. Откуда берется этих 5400? Просто суммарно. Ведь восхождение Игбормио по вольтеллине это тоже гора. Просто без всякой категории. Но она высасывала силы. И проходилось достаточно быстро. Стартовый отрезок в Тегун тоже проходился на потрясающих скоростях. И когда-то это был риск для всех, безусловно. И самые-самые подготовленные надеялись на то, что они, да, будут укатаны, но меньше, чем их соперники. А вот тогда как раз на вот этой большой усталости все и выявляется. Вот на этой большой усталости и можно добиться огромных разрывов. На этой большой усталости теряются и обретаются 2, 3, 5 минут кому как повезло. И у Кентаны, по большому счету, его рассматривают как самого реального соперника. Думал, она сейчас все-таки единственный шанс, как он сам сказал, это набрать 45 секунд. Ну, вангардер он уже давным-давно, вы помните, провалился в генеральной классификации, перестал рассматриваться как серьезный генеральщик на этой гонке. Несмотря на свою славную историю выступлений, на свои 16 побед в профессионалах, вангардер он, конечно, тоже хочет взять какой-то мини-реванш, потому что и у BMC также шансы в общем зачете быстро обнулились. Сначала когда сошел второй номер команды Рон Деннис после тяжелого падения непредусмотрительно остававшейся в гонке и растревожившей черепно-мозговую травму. И вот потом смело буквально на первой же крутой горе диджея вангардерона. И многие стали ему советовать переквалифицироваться все-таки полностью на однонедельные гонки, на классики, ну и, конечно же, на всякие там командные разделки. Вина Ронакона стремится взять Чима Коппи. А это дополнительные горные очки. И вы видите здесь, что значит было. Ну, я был достаточно голословен тогда, когда я говорил вам о том, что вот эти все подергивания еще на островной части, в особенности, когда гонялись за вершинками четвертой категории, это все было баловстонно. Совершенно не похоже было на настоящий поединок за майку горного короля. Потому что сегодня за один этап, как вы видите, вот на примере Санчеса, можно перечеркнуть все усилия, которые прилагали горняки предыдущие две недели с лишним. Так построили нынешнюю гонку. Весь акцент на третью неделю. Тима Коппи на верхушке 45 очков. Первому, 32-му, 20-14-10-6-4-2-1. Первые девять классифицированных спортсменов. Ну и, конечно же, особая гора, это гора Скарпони. Там было еще больше. Удвоенная первая категория была, но это это организаторы изначально не планировали. Когда издавали разные буклетки, сдавали правила в типографию, регламентную книжку, когда проводили презентацию. Боже упаси, если бы кто-нибудь предполагал. Он Форсо Мартинелли. Какой? Младший или старший? Старший пока доволен. Его подопечный Луис Леон Санчес, очень хорошо подготовленный и набирающий обычно именно к третьей неделе. сегодня показывает себя именно как выносливый горовосходитель, как очень силовой горовосходитель, как не классический легонький горовосходитель, но ему-то как раз все вот это и подходит. И для него это так же, как и для Дюмолана большой подарок. Без запредельных крутяков в стиле Пурито Родригеса. Ильнуры тоже тяжко здесь и тоже некоторые болезнь, которые проявления ему не нравятся, а некоторые наоборот. Он рад поприветствовать в ответ. Вот она верхушка с Тельвио. Ну, вы помните, что группа проходила гавию и с двухметровыми стенами снега. Перевал тоже находится здесь неподалеку. Так что, в общем, подтаяло солидно. Подсел, конечно, снег, потому что, когда вот эти сильные снегопады три недели назад примерно чередой прошедшие по всей Альпийской гряде сформировали здесь сугробы, во-первых, ограничили же транспорт в эти дни. Почему? Потому что... Ну, вот вам еще один подарок. Потому что опасность, лавина опасность очень сильно отпускает и могут спускаться доски снежные. Могут пойти, даже говорят, и мокрые лавины. И если транспорта будет много, если он будет грохотать, если он будет вызывать вибрацию, так что, в принципе, все перемещения здесь были запрещены. В общем, все это экстремальные условия. И для зрителей, которые поднимались на велосипедах, в том числе, это определенные риски. Но в больших горах не бывает никогда никаких гарантий. Тем, кому кажется, что когда вот раз понастояли подъем, никогда-то вот это все, горы подчинили себе, они никогда не покорятся. И люди горные говорят, что всегда подчеркивают, что заявить, ну, вообще формулировка покорить гору это глупость, ты ее никогда не покоришь. Она тебя может сломать, или она может тебя подпустить. Абсолютно все то же самое касается других взаимодействий человека и горы. велоспорта маунтейнбайка, даунхилл маунтейнбайка, горных лыж, различных типов восхождений. Это рискованно, это все назад к истокам, к природе и вместе с тем и вперед тоже. Потому что именно вот в этих больших горах ты познаешь самые важные вещи. Если ты правильно к ним придешь. прежде всего с открытой душой желательно вымытым во время подъема по горе, будь то на велосипеде, будь то пешком, ты должен отдать, ты должен пожертвовать. Тогда тебе откроется. Никакими деньгами это не купишь. Скорее даже наоборот. Еще целых 80 километров по этому высокогорью. Снег осел. Двухметровые сугробы на обочинах. Частью растаяли совсем, частью просели и опустились. И тем не менее Анакона поглядывает, но куда? Он поглядывает, оценивая через витки серпантина ситуацию. Анакона находится в 13 секундах от самой головы. И конечно же сейчас, учитывая, как колумбийцы терпят высотный холод и как они идут на спусках. Трудно работать оператором сейчас, конечно. Глоснежные склоны забивают кадр жестоко и подобрать тот режим работы камеры, чтобы вы хорошо все видели, бывает довольно непросто. И в то же время попытаться делать так, чтобы было поярче. новая гонка так или иначе теряет свои краски. Замерзает как будто. Но вы видите, во что одеты те болельщики, которые сумели своими героическими усилиями докарабкаться сюда. Некоторые из них непредусмотрительно налегке, но это исключение скорее. здесь учитывая температуру и общее количество пройденных вертикальных метров, боятся атаковать решительно. И за это можно горько расплатиться. И сегодня в общем это было вы знаете в основном шоу-момент был, момент раскрутки этого этапа, что можно на стель в стиле кипучи атаковать и пройти или зачем так далеко ходить. Достаточно вспомнить того же самого Дегента. Но тот день, когда атаковал Дегент, совсем другой день. Финиш был в горе, вот в этой горе. И это тоже важно. Последующие дни тоже не были такими. Здесь этот ад только начинается и не отпустит уже до конца, потому что и последняя гонка будет адской. Пусть она и короткая, и пусть и раздельный старт. Но его же надо будет пройти на сто с лишним процентов. В беседах во время вчерашней пресс-конференции Кентано сказал, что хотел бы иметь запас. Сначала нужно отыграть почти три минуты, а потом еще набрать запаса порядка сорока-сорока пяти секунд перед Думыланом. И тогда может быть ему удастся защитить себя на разделке в Милане. Но многие говорят, что он тут слишком оптимистичен. Потому что реально надо набирать больший запас. Думаю, он в состоянии бросить ему гораздо больше. Больше минуты, минуты полторы в чистой разделке. Вы обратили внимание на флаге? Очень сильный ветер. поверху еще пронизывающий косой ветер. Наумбрае в зависимости от степени закрытости перевала швейцарского. Наумбрае он будет встречный. Он будет тормозить. И иногда это лишает уверенности и не дает возможности атаковать. Тем временем наработавшийся на предыдущей горе Лулу Санчес отрабатывавший это отрабатывавший то что ему позволили в память о Микеле Скарпоне а он не сумел сдержать слез этот довольно суровый испанский велогонщик надо сказать по жизни. Так все на полуулыбке на нулевичке он не особенно эмоционален в принципе. Но здесь как говорится сорвало его с предохранителя. И вот тут уже Чимакопи забирает Ланда Ланда бывший товарищ по команде Лулу Санчеса и по-прежнему естественно нынешний соотечественник обменялись они здесь ну и вы видели что Ланда затаскивал эту группу проводил очень много смен Егор Антон еще один басковский гонщик представитель Дайменшин Дэй ты любящий и всякие супер восхождения но к сожалению до тех самых крутых гор ему наилучшим образом подходящих эта сторона Стельвия не дотягивает противоположная 24-километровая с очень крутым лесным участком больше подходила бы но сейчас через нее будет спуск вот этот большой отель ресторан где иной раз живут звезды горнолыжного спорта поскольку ну почти вот подножие вы видите тут и прокаты лыжные и вот оттуда начинаются подъемники которые уходят надо сейчас смотреть направо вверх и вот там начинается огромная снежная чаша Пасо де ластельвия курорт который работает только летом в основном туда ездят конечно спортсмены Ортлер снежная большая гора символ этих мест Дзебру еще тоже но Дзебру отсюда не видно она такая более скалистая Фалифоров не потерял еще шанса сейчас на спуске выбрать эту дыру но тут бенелюксовский кусок Деплус а также разрыватель на куски этапа до Бергамо конечно не только расчетливо не только за счет класса растущего на глазах выиграл Юнглс но и за счет того что он проявил характер несколько раз рванул несколько раз потратился и его хватило и на финальный бросок тоже кто-то уже начинает спуск в первую очередь Ланда кому-то еще приходится по этой снежной пустыне карабкаться и карабкаться и скоро здесь 15-14 километров в час промерзли 20 километров сейчас шли в основной перевал плюс еще ветер тут не поскачешь на 20 с лишним как всегда издеваясь и уже в основном додавливая не выкручивая Саша Фалифоров преодолевает черту горного финиша кто-то заботился о жилетках заранее например Дюмулан вы видели одевался уже километра за два наверное до перевала некоторые оставили это дело уже на момент пересечения линии горного финиша расчет на то что удастся быстро спуститься сейчас придется затерпеть со страшной силой вот на этом открытом куске напротив огромной скальной более чем километровой стены Ортлера придется очень сильно замерзнуть и одна надежда только на то что это произойдет быстро потому что скорость высокая а потом дальше там в долине естественно отогреешься хотя с другой стороны облачность облачность может подбрасывать коварный сюрприз потому что на ту сторону там облачность практически сплошняком северная сторона под облаками и здесь разрывов очень мало поэтому расчет на то что в районе прату или приогибании горного хребта вот так он по периметру пойдет пилотон вокруг этой горы которая сейчас слева от нас находится и там можно не согреться а на них всего-навсего вот эти вот жилеточки которые не дают возможность продуть легкие насквозь и заработать бронхит иногда не дают а иногда к сожалению ничего не сделаешь и дальше под гору понеслись на скоростях 60 и выше километра в час на поворотах в то же время вот сейчас не были я слежу за ним сначала 64 на повороте 22 потом разгон стоя вперед и вы видите все тает все мокро трещины наверху давно не подлатывали как следует эту гору на границе двух регионов итальянских вот вы видите Чимакоппи самая высокая точка Джерди Италия 45 очков начислена Ланде Ланда заработал больше всех но и Санчес тоже не остался обделенным пересекая финишную черту уже не в силах оторваться от седла прошел сидя сидя благодаря этой сидячей работе вот видите как сделаны виражи их достраивали потому что невозможно было прорубить скальные масси иначе эту дорогу дорога строилась в очень суровых условиях были к сожалению и трагедии во время строительства этой дороги это экстремальное высокогорье почти 3000 метров наверху всякий кто преодолел эту гору в соревновательном режиме пусть даже за скромные там в районе часа 40 у меня всего-навсего получилось по сравнению с рекордами это на полчаса хуже скажем так чем у действительно самых-самых было однажды что пришлось в снег уперлись и пришлось возвращаться в холодный день пройдя ее не до самой-самой верхушки и обратно и все это начало подмерзать и вот это был спуск конечно и не дооделся это было незабываемо поэтому в общем я вдвойне переживаю за ребят которые не стали кутаться не стали набирать дополнительные одежды забивать карманы рассчитывая на то что удастся все-таки день в сторону оттепеля что удастся перетерпеть и вы видите очень-очень аккуратно они при этих нырках они здесь вот вот здесь два или три торнанты выходишь вот сюда из языка если по внешнему радиусу одно а если ты устал и перед финишем этим горным когда с той стороны куда сейчас спускаются если ты идешь по внутреннему то может так тебя прихватить еще в сочетании с холодом ну и на спуске соответственно нужно быть аккуратнее потому что здесь кое-где все-таки и вода а кое-где может быть даже и лед маска и лед и там и и Продолжение следует...